МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Елены Решетниковой. Главная тема выпуска. Международные эксперты ФИФА и представители Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. В Саранске обсуждалась подготовка к предстоящему спортивному событию. Представители Роспотребнадзора и Минздрава Республики обсудили вопросы предстоящей прививочной кампании. В этом году это планируется сделать 40% жителей Мордовии. Пролетарский суд Саранск отметил свой 45-й день рождения. Поздравить ветеранов и тех, кто работает сегодня, приехали руководители министерств и ведомств. 29 сентября в Пензе глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе под председательством Михаила Бабича. В ходе Совета округа участники заседания, руководители федеральных и региональных структур, главы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, главные федеральные инспекторы аппарата полномочного представителя президента в ПФО, представители общественных организаций обсудили вопросы стимулирования роста экономики регионов округа, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений. В заседании Совета приняли участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Открывая заседание, полпредпрезидент России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил активность и важность, проводимые на федеральном и региональном уровнях работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста. Ситуация усложняет то, что отдельные изменения федерального законодательства или принимаемые на федеральном уровне решения приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов. Вместе с этим такие решения необходимы для повышения уровня и качества жизни граждан, а значит требуют мобилизации финансовых ресурсов. Детальные оценки фактической ситуации в состоянии бюджетов регионов и муниципалитетов. С целью выявления объемов средств для выполнения этих решений и определения необходимых видов поддержки с федерального бюджета, сказал полпредпрезидент России в ПФО. С докладом об основных направлениях совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на заседании выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в настоящее время в Госдуму России вносится на рассмотрение проект бюджета на 2018-2020 годы и отметил первоочередные задачи. Поддержать рост реальных доходов населения, наращивать темпы экономического роста. Мы ожидаем и в этом году, и в следующем роста более 2% ежегодно, сообщил министр финансов. На совете был представлен анализ деятельности институтов развития на территории округа, дана оценка их роли в достижении экономического роста. В докладе по обсуждаемой теме губернатора Пензенской области, руководителя рабочей группы Совета Ивана Белозерцева, Мордовия была названа в числе регионов ПФО, демонстрирующих наибольшую динамику темпов роста валового регионального продукта. Кроме того, в итоговом докладе Совета Республика Мордовия отмечена как регион Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мордовия посетила масштабная международная делегация. В ее состав вошли эксперты ФИФА и представители Оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года. Обсуждалась подготовка Саранска к предстоящему спортивному событию. Подробности визита у Данила Паршукова и Сергея Соколова. Разговор о будущем чемпионате мира по футболу начинается ранним утром. За столом десятки представителей Международной Федерации, Оргкомитета Российского Чемпионата и правительства Мордовии. Доклады, презентации и разговоры конкретики плавно переходят в экскурсию по самому главному объекту мордовского этапа Мундиаля стадиону Мордовия-Арена. Это буквально последние минуты подготовки футбольного поля к высадке газона. Траве предстоит расти в холодное время года. Поэтому, чтобы она не погибла, под всем стадионом, точнее под футбольным полем, а это на секундочку свыше 11 тысяч квадратных метров, проложены специальные трубы отопления. А вот компенсировать солнечный свет будут специальными лампами досвета. Их доставят сюда примерно через неделю. Строителям есть что показать. Стадион меняется буквально на глазах. За неделю исчезли конструкции, поддерживающие массивный купол над полем. Сейчас его покрывают антикоррозийным материалом. Общий объем монолитных работ выполнен на 95%. По остальным направлениям показатели тоже высокие. Для делегации это третий день инспекционной поездки по городам-организаторам. И Саранск на фоне других выглядит впечатляюще. Здесь мы не констатируем отставание по отдельным видам работы. И ожидаем, что строительная готовность будет в соответствии с госконтрактом обеспечена к концу декабря. Стадион сугубо футбольный. И нам это очень нравится. Он очень уютный. Места расположены близко к футбольному полю, и это хорошо. Как вы знаете, каждый матч Кубка мира это праздник футбола, фестиваль футбола. И здесь есть соответствие этому принципу. Визит делегаций ненадолго прерывает подход к прессе. Журналистов интересует судьба стадиона, да и всей инфраструктуры чемпионата после его завершения. На этот счет у республиканских властей есть конкретный план. Практически все наследие Мундиаля будет еще долго служить на благо жителей Мордовии. А это новый микрорайон, Саранская обновленная транспортная сеть и многое другое. Что же до стадиона, то он пригодится для тренировок будущих чемпионов. Председатель правительства республики Владимир Сушков даже обмолвился про большие планы на главный футбольный клуб Мордовии. Есть предварительно серьезная договоренность руководства республики, главы республики Владимир Митчеволкова, представители серьезного российского бизнеса в ближайшее время придут в наш футбольный клуб в качестве и организаторов, и спонсоров. И полагаю, что в ближайшие неделю-полторы из средств массовой информации российских вы все это узнаете. Визит делегации продолжила поездка по другим объектам чемпионата. Обновление аэропорта, строительство дорожных развязок и сама республиканская столица. Плотный график с трудом уместился в один день. Впереди у гостей поездки по другим городам-организаторам чемпионата, а у строителей Мордовии-арена выполнение плана работ. Сейчас на объекте задействовано свыше 2000 человек и в ближайшее время трудовой ресурс может вырасти. Данил Паршуков, Сергей Соколов. Народные новости. Рузаевка планирует расширить свои границы. В городе железнодорожников будут проведены публичные слушания по вопросу присоединения к нему некоторых ближайших сельских поселений. Сейчас площадь Рузаевки составляет 2700 гектаров. С учетом предлагаемых изменений территория увеличится более чем на 1500 гектаров и составит 4242 гектара. Городскому поселению планируют присоединить Сюзгарское, Левжинское, Арголицинское, Красноклинское, Красносельцовское и Татарское-Пишлинское сельские поселения. Этот вопрос будет рассматриваться после проведения сходов в этих селах. По окончании публичных слушаний их результаты вынесут на рассмотрение Рузаевского совета депутатов. Причина расширения границ в стремлении Рузаевки стать первым моногородом в Мордовии, который должен получить статус территории, опережающего социально-экономического развития. Это позволит привлечь инвестиции за счет льготных налоговых условий и других привилегий. Но главное – создать новые производства и рабочие места. Уже сейчас имеется портфель проектов, реализуя которые, планируется создать 650 новых рабочих мест с шестью резидентами и объемами инвестиций свыше одного миллиарда рублей. Делать прививку от гриппа или нет? В Республиканском пресс-центре представители Роспотребнадзора и Минздрава Республики обсудили вопросы предстоящей прививочной кампании. В этом году это планируется сделать 40% жителей Мордовии. Тему продолжат Кристина Марценюк и Станислав Семин. Для предупреждения вспышки гриппа прививочная кампания началась во всех районах республики. Вакцина для детей и взрослых уже поступила во все медучреждения. В этом году самым распространенным в республике штаммом вируса гриппа будет H1N1, он же свиной грипп. Вирус приводит к осложнениям легких. В этом году интенсивность заболевания должна вырасти. Общая численность привитых должна составить 330 тысяч человек. В настоящее время в республике вакцинировано 159 тысяч взрослого населения и около 38 тысяч детей. Иммунизацией охвачено 19,7% населения республики. Помочь своему организму лучше справиться с коварным вирусом может любой желающий. Правда, процедура бесплатна только для людей, находящихся в особой группе риска. Это дети, беременные женщины, пожилые люди с заболеванием легких и сердечно-сосудистой системы. Вакцинацию проводят по месту жительства и в прививочных кабинетах медучреждений республики. Привиться можно отечественным препаратом «Совигрипп». Вакцина недорогая, поэтому нужно подумать о необходимости защитить себя от тяжелых последствий гриппа. Действительно, вакцина не защищает на 100%, но на 90% вакцинированных не болеет. Даже если заболевание развивается, оно протекает без осложнений и без летального исхода. Отказ от прививок сегодня не редкость. Чаще всего родители опасаются осложнений после введения вакцины, хотя по статистике побочные эффекты возникают всего в пяти случаях на 100 тысяч. Главное условие – прививаться здоровым и не заниматься самолечением. Заведены большие клинические исследования. Сложнений от прививки «Совигрипп» не зарегистрировано. Реакции возникают не более чем в 2% случаев. Сопровождаются они небольшим повышением температуры, небольшой прикуплостью, болезненностью вместе инъекцией. Вот эти все симптомы должны исчезнуть в первые два дня. Каждый год заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет до 90%. В основной своей массе эти люди не имеют прививок от гриппа. Решение делать или не делать прививку от гриппа остается добровольным. Но большинство специалистов все же считают, что это делать необходимо. Кристина Марценюк, Станислав Семин. Народные новости. Местные инициативы граждан будут поддерживаться республиканским бюджетом. На недавней сессии госсобрания депутаты внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях. Если жители города, села или деревни соберут деньги на благоустройство территории, например, ремонт дороги или установку детской площадки, то бюджет Мордовии добавит ровно такую же сумму. Работает ли такая система в других регионах страны? И какие районы Мордовии уже готовы использовать новые возможности? Ольга Ермакова встретилась с министром финансов Мордовии и узнала подробности. Готовясь внести эти изменения в закон, вы рассматривали опыт других регионов? Насколько успешно в стране, в других субъектах реализуется такая система? Есть опыт в других регионах, мы его изучали. Это и Кировская область, и Пермский край. Республика Татарстан очень активно использует этот механизм. К примеру, в 2016 году в Республике Татарстан по данному механизму было мобилизовано в местные бюджеты порядка 183 миллионов рублей. Прежде чем нести эти изменения, может быть, вы слышали мнение администрации районов? Ну, конечно, мы обсуждали с отдельными главами районов, которые заинтересованы в увеличении собственной доходной базы бюджетов поселений, бюджетов районов. И такие положительные отклики были получены. В частности, готовы активно приступить к этому механизму Атяшевский район, Дубенский, Чамзинский. Главы и администрации районов поддерживают эту инициативу. А как они будут вдохновлять людей на это? Согласны ли люди? Вы знаете, когда многие вопросы годами не решаются, и граждане, видя, что это достаточно незатратные вещи, и прежде всего от самих граждан зависит решение данных вопросов, и сохранение, допустим, той же самой дороги, сохранение бульвара, по которому ходят наши жители, прежде всего зависит, конечно же, от них. И вложив свой рубль в поддержание вот этой материальной базы, конечно же, они будут больше заинтересованы с тем, чтобы сохранить на более долгие годы данные, значит, данные вопросы, и, допустим, отремонтировать мост, и не ломать его в дальнейшем, потому что они будут сохранять свой рубль, и оберегать данные имущества, будут делать все, чтобы не допустить халатного отношения к этому имуществу со стороны приезжих граждан, со стороны организаций, которые используют данную дорогу или мост в качестве переправы, с тем, чтобы тоннаж соблюдался, чтобы данное имущество, оно сохранялось на более долгие годы. Полную версию интервью с министром финансов Мордовии смотрите в субботу, 30 сентября, в программе «Экономика. Итоги недели». 29 сентября Пролетарский суд Саранска отметил свой 45-й день рождения. В актовом зале Дома правосудия собрались ветераны, те, кто писал историю суда, и те, кто сейчас своим трудом укрепляет судебную систему России. Поздравить их с праздником приехали руководители министерств и ведомств, которые сотрудничают с Пролетарским судом. Подробности торжественного заседания расскажут Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин. Пролетарский народный суд Саранска образован приказом министра юстиции Мордовской ССР в 1972 году. Более 30 лет он располагался в юго-западной части столицы Мордовии. Жители светотехстроя вынуждены были ездить в соседний район. Это было очень неудобно. Ситуация усугублялась с теснотой в здании суда и нехваткой залов судебных заседаний. В 2002 году управление судебного департамента в Республике Мордовия начало возводить новое здание, но из-за недостаточного финансирования строительство затянулось на несколько лет. Однако с трудностями справились. Введение в строй нового здания районного суда стало важным событием не только для судей, но и для жителей Пролетарского района. Торжественная церемония по поводу открытия нового здания состоялась 16 сентября 2011 года. Сегодня четырехэтажный дом правосудия, расположенный на улице Коваленко, стал украшением Пролетарского района. Общая площадь здания составляет свыше пяти тысяч квадратных метров. В нем расположены 13 залов судебного заседания, пять из которых оборудованы для рассмотрения уголовных дел. В суде сохранили главное – профессионализм сотрудников. Когда мы работали, обстановка и условия для работы были значительно хуже. Сегодня мы отмечаем 45-летие Пролетарского суда. И я прошла по зданию, посмотрела – удивительное здание, условия замечательные. Очень много таких вот помещений. И для прокурора, для адвокатов, что вообще раньше в нашем суде не было. Но люди – они профессионалы. Единственное, что не меняется в нашей работе – это люди. И они всегда работают качественно. Открыл торжественное собрание председатель Пролетарского суда Юрий Хоренков. Он поблагодарил своих сотрудников за высокие показатели в труде. Благодаря вам на сегодняшний день Пролетарский районный суд занимает лидирующую позицию в судебной системе Республики Мордовия. Мы добились хороших результатов, но не намерены оставаться на месте. Мы заслужили свой праздник. Поздравить пролетарцев с праздником приехал заместитель председателя правительства Мордовии Геннадий Комусов. В своем выступлении он подчеркнул, что служители Фемиды Пролетарского района всегда были на переднем крае. На протяжении 45 лет Пролетарский районный суд города Саранска по праву является одним из ведущих судов Республики. Надежным оплотом законности, защитой прав граждан, обеспечением государственных интересов. Пролетарский суд всегда находился на передовой, в самой гуще юридических баталий и событий. Именно здесь всегда формировалась судебная практика по наиболее сложным делам, имеющим повышенный общественный резонанс. Лучшим сотрудником Фемиды Геннадий Комусов вручил заслуженные награды. Одной из награжденных стала судья Людмила Полубоярова. Уважаемые коллеги, сотрудники, я всех от души искренне поздравляю с нашим праздником, с фибелем нашего суда. Желаю вам также честное добросовество отправлять правосудие, составлять продукциальные документы качественные вовремя. Все для наших клиентов. С праздником вас! Здоровья, счастья, удачи! Председатель Верховного суда Мордовии Сергей Штанов не чужой для пролетарцев человек. В течение 22 лет он возглавлял коллектив пролетарского суда. Мне всегда в какой-то степени, может быть, в большей степени везло в том, что я пришел на практику в пролетарский народный суд Мордовской СССР, в том, что на пути стали мы и наставниками, наши судьи, которые сейчас находятся здесь. На торжественном собрании не раз отмечалось, что пролетарский районный суд – это маленькая, но значимая частичка судебной системы России. Вот уже 45 лет его сотрудники являются гарантами конституционных прав и свобод жителей района. Впереди новые дела и новые совершения. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости. В исправительной колонии номер 11 УФСИН по Мордовии прошло выездное заседание по вопросам помилования, образованное на территории республики. Члены комиссии во главе с председателем Александром Занкиным и заведующим организационно-правовым отделом по вопросам помилования администрации главы республики Мордовия Александром Белокосовым посетили карантинное отделение, столовую, магазин, медицинскую часть и жилые помещения отрядов. Был осуществлен прием осужденных по вопросам порядка применения акта помилования и работы комиссии по вопросам помилования, образованной на территории республики Мордовия. На заседании были рассмотрены прошения о помиловании девяти осужденных, четыре из них с участием самих осужденных, содержащихся в исправительных колониях 11, 12 и 17 УФСИН России по республике Мордовия. Анастасия Целигина, Народные новости. Команда Общероссийского народного фронта уверена – наступила пора действовать. Общественники зовут в свои ряды молодежь и презентуют новые проекты. Как ни словами, а делом – сделать свою жизнь лучше – в материале Марины Солониной и Сергея Соколова. Многие из этих студентов слабо представляют о деятельности ОНФ, но каждый с активной гражданской позицией. Быть неравнодушным, не жаловаться на проблемы, а делать жизнь лучше своими руками, призывают общественники. Чтобы помочь мечтам реализоваться, ОНФ презентует специальные проекты и конкурсы для молодежи. Вот эти проекты, они направлены на то, чтобы молодые люди, которые сами впоследствии являются строителями своей жизни, своей судьбы, чтобы они сами что-то делали, проявляли инициативу и делали добро. Помогали людям, помогали сами себе, помогали нашей республике, нашей стране быть лучше. Команда активистов уже собралась, пока небольшая – около 20 человек. Сначала не верится, что можно самому добиться решений местных проблем. Представители ОНФ приводят примеры успешных добрых дел – ликвидация свалок, борьба с убитыми дорогами, создание доступной среды. Результат работы вдохновляет. У студентов загорелись глаза. Потенциал огромный, так как это, во-первых, педагогические институты, и сюда люди приходят неравнодушные в принципе. Многие сами пришедшие сюда занимаются волонтерской деятельностью, в педагогических отрядах, что само по себе уже является проявлением активности, причем чаще всего именно активность, как мы понимаем, безвозмездная. Не стоит ждать перемен, твори перемены. Стать участником проекта «Молодежка ОНФ» может каждый. Нужно обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Набор в команду активистов еще идет. Марина Солонина, Сергей Соколов, Народные новости. 30 сентября отмечается День переводчика. Этот праздник был учрежден в 1991 году, а в России его празднуют с 2004 года. О тонкостях профессии узнавала наша съемочная группа. Проверка почты перевода нужной документации, общение с иностранными партнерами предприятия – стандартный рабочий день у переводчика Ольги Первушкиной. Работает она всего год, но за это время завоевала доверие среди коллег и зарубежных партнеров. А в октябре она отправляется в командировку в Африканскую республику Бурунди на месяц. Если честно, когда мне сказали, было море эмоций и противоречивых, с одной стороны, потому что это и другая страна, и другая культура, соответственно. И тем более, это все же и большой груз ответственности, так как устный перевод затрачивает все-таки много физических и моральных сил. Чтобы выучить два языка, английский и французский, потребовалось немало усилий. После третьего курса университета МГУ имени Огарева Ольга улетела на год во Францию. Общение с носителем языка – одна из основ успешного обучения. Студенты Мордовского государственного университета проходят практику и стажировку во многих европейских странах – в Германии, Франции, а также в Соединенных Штатах Америки. Для наших студентов до сих пор остается популярная программа «Work and Travel». Они могут поехать в Соединенные Штаты Америки и работать по этой программе, например, в сфере обслуживания, чаще всего в ресторанах, в бизнесе, гостиничном. Сейчас на факультете этой профессии обучаются более 300 человек. Интерес к лингвистике не спадает. В МГУ обучиться можно не только английскому, немецкому и французскому. С 2009 года здесь говорят на испанском, китайском и итальянском. Китайский язык у нас всегда преподавали в течение всех этих лет только китайские специалисты. Сначала у нас работал преподаватель Уханьского текстильного университета из КНР. Сейчас у нас работает выпускница и преподаватель, доцент Пекинского педагогического университета. Мы очень рады, что у нас такая возможность есть изучать китайский язык с носителями языка. Сейчас спрос на услуги перевозчиков растет с каждым годом. Владение иностранным языком – залог стремительного карьерного роста, особенно в преддверии Мундиаля, который затронет и Саранск. Ольга Данилова, Станислав Семин, Народные новости. В Саранске начали проводить бесплатные дополнительные занятия по английскому языку и шахматам. Подобные уроки планируют провести во всех спортивных учреждениях города. На одном из первых занятий побывала наша съемочная группа. Английский – основной международный язык общения. И владеть им в современное время очень важно. На нем говорят 840 миллионов человек в 101 стране мира. К тому же, знание английского языка поможет в общении с гостями предстоящего чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе в Саранске. Для усовершенствования навыков владения языком в нашем городе открылись бесплатные уроки по английскому. Первый из них прошел во дворце водных видов спорта. В учебном классе собрались ребята, занимающиеся в секции по плаванию. По словам преподавателя по английскому языку Юлии Злобиной, сейчас знание юных спортсменов находится на начальном уровне. Поэтому главной целью мероприятия является доведение до разговорного уровня. Эти уроки очень важны, как в преддверии чемпионата, так же и в принципе с целью популяризации английского языка среди населения, среди детей. Английский язык – это мировой язык, мировое общение. Для них это будет полезно. Они также могут применить данные навыки в школах. И здесь им весело, они практикуют с удовольствием между собой, составляя диалоги. То есть у нас коммуникативная методика, ориентированная именно на разговорный английский. Помимо прочего, ребят научат играть в шахматы. Этот вид спорта поспособствует всестороннему развитию начинающих спортсменов. Преподаватель по шахматам Юрий Игнатовский считает, что дети должны развиваться в разных направлениях. Эти уроки шахматные развивают у любых детей память, логику и спортивный характер. Потому что это спортивная такая игра. И лучше заниматься с детьми, начиная с детского сада. Сейчас такая практика идет. Эта группа только начинающая, а при том они тренируются в другом виде. Им нужно просто для общего развития эти шахматы. Желающих улучшить свой английский и научиться играть в шахматы было немало. Ребята активно участвовали в ходе урока, отвечали на вопросы преподавателей и не стесняли задавать их сами. Один из слушателей открытого урока поделился своими впечатлениями и объяснил, для чего нужно знать английский и уметь играть в шахматы. Мне очень понравился урок, потому что я много отвечал, много узнавал о новых словах. Меня много спрашивали. Мне кажется, когда ты окажешься, например, в ситуации, например, в загранице какой-нибудь, там понадобится, наверное, английский язык. И вот когда ты его знаешь уже, и будет легко ориентироваться в других странах, ну и вообще нужно его знать, потому что, ну, во-первых, для школы нужно и для самого себя. Когда я был маленький, мне понравились шахматы, потому что там фигуры очень хорошие, и там развивается интеллект. Бесплатные дополнительные уроки будут проводить три раза в неделю по одному академическому часу на протяжении следующих трех месяцев. Планируется, что уже в следующем году ребята смогут общаться с гостями Мундиаля. Влад Французов, Станислав Семин. Народные новости. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. В студии была Елена Решетникова. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова